Ребят, всем привет! С вами Inspire99 и в сегодняшнем видео хотел бы поговорить и разобрать премиумную ПТ-шку на восьмом уровне Франции AMAX Canon The South 105 Возможно, многие игроки уже поняли то, что эту ПТ-шку ввели на постоянной основе в продажу Раньше она продавалась только по каким-то акциям, распродажам Я долго думал, почему ее ввели в такую продажу, ну как бы постоянную Я сначала подумал, что вышел трейд-ин, ее добавили в клиент игры, то есть она в клиенте есть Ее за золото, как я понял, можно приобрести И думал, ну пока трейд-ин, чтобы игрокам было удобнее ее найти Но нет, ее добавили на постоянной основе, так же как и СТГ Раньше эти машины можно было купить только по каким-то акциям Это в принципе таки неплохо, но здесь следующая такая фишка в том, что у этой ПТ-шки слишком, ну так сказать, высокая цена 2450 Сегодня я хотел бы разобрать вообще, стоит ли она своих денег Хотя мне кажется, никакой танк не стоит тех денег, за что мы платим Потому что лучше эти деньги вложить в себя Но все-таки, если брать по меркам игры, стоит 2450 Ну, многовато, конечно, это такая существенная сумма Есть танки, которые на 800-700 рублей дешевле Они тоже премиумные на восьмом уровне А тот же Центурион М5, там, рак, 5-1 рак Он вообще за 1200 продавался Тоже восьмой уровень и неплохой танк Но, в общем, если взять в общем геймплей То наша ПТ-шка, а мы X-Canada South 105 Вы не поверите, но наиболее схожа с Удисом Кто-то может не согласиться Но, ребят, знаете, я на ней поиграл уже больше 300 боев Я уже точно знаю, что это за машина Сильные и слабые ее стороны И лично мне Удиса и Стерва она больше всего напоминает И играть, допустим, в обзоре у друга, у которого есть Удис или Стерва Просто идеально У нас хорошая мобильность У нас хорошая пробивная пушка Альфа у нас одинаковая Здесь, конечно, точная Но не настолько точная, как у Удиса или Стерва Не супер какой-то ДПМ, что здесь, что там УВНы неплохие Броня, ну, более-менее какая-то есть Хорошая маскировка, ну и обзор средненький Даже здесь маленький Ну и на Удисе маленький Ну, в общем В принципе, данная ПТ-шка интересная И, знаете, я вот за умный World of Ten В скавычках такое название Потому что, допустим, я раньше играл и играл Сейчас я больше углубился в знания Знания очень тебе сильно позволяют Так сказать, ну, делать преимущество перед противниками Почему? Допустим, у этой ПТ-шки нет дульного тормоза Многие даже, ну, могут удивиться, что это такое Никогда не слышали про это В реальности, конечно, дульный тормоз имел там Различные свои плюсы и минусы В нашей игре он имеет только минусы Плюсов никаких нету Дульный тормоз это то, что, допустим, у ИСа Третьего, у ИСа на конце пушки Есть такая более широкая часть ствола То есть, в реальности она давала там вроде бы лучшие точности Пушка быстрее сводилась, вроде бы как И отдача была меньше В нашей игре такого нету Потому что был бы какой-то разнобаланс Только минус Если минус заключается в том, что после выстрела У вас пропадает там маскировка Ну, по коэффициентам В зависимости от растительности От расстояния до вражеского танка То есть, там большое такое уравнение Ну вот У нашей ПТ-шки этого нету То есть, мы стоим в кустах Замаскировали, стреляем И мы не светимся Это, конечно, очень, так сказать, в плюс идет Я раньше не понимал По привычке становился, стрельнул, отъехал А потом я раз, два, три, думаю, да что у меня не светит Ты уже начал так играть, играть И только потом почитал и узнал то, что у этой ПТ-шки нету дульного тормоза Вот, допустим, вот такая вот вам в начале заготовочка Возьмите себе это Намотайте себе, точнее, это на ус Что касается орудия, 105-мм Боекомплект 40 снарядов Этого хватает, ребят Хоть здесь и разовый урон 390 В нынешних боях, конечно, на этой ПТ-шке Прям сверх каких-то больших цифр урона Настреливать сложно Мой рекорд на этой ПТ-сау 6200, по-моему, что Ну, то есть, да, там бой вышел 6200, вот мой рекорд на данной ПТ-шке Альфа-390, я сказал Бронепробитие здесь Основная, это у нас не ББшка, а подкалибр Они летают очень-очень быстро И бронепробитие в 260 То есть 260 мы даже девяток в лоб пробиваем уверенно Ну и голда 310 позволяет нам пробивать десяток в лоб более-менее уверенно Ну, каких-то особо крепких парней будет сложновато Но все равно с бронепробитием 260 основным на этой ПТ-сау Соответственно, можно очень хорошо фармить Не супер какой-то ДПМ КД у нас в районе 10 секунд У меня 9,9 Скорострельность 5,22 То есть обычный ДПМ, средний урон в минуту Получается без всяких там плюшек 2036 Соответственно, его можно раскачать Время сведения 2 секунды Это неплохо И разброс на 100 метров То есть пушка, сами понимаете, точная Снаряд быстро летает И, в принципе, таки неплохо Если бы время сведения 1,8 Было бы вообще замечательно Еще также углы горизонтальной наводки Пушка у нас влево и вправо поворачивается на 10 градусов И на 10, на 10 лево, на 10 вправо То есть в совокупности 20 Небольшой угол И при всем при этом у нас не супер стабилизация То есть вроде бы 2 секунды Пушка, ну так сказать, быстро сводится Но все равно каждый раз вот это доворачивать И каждый раз ждать, пока пушка досветется Тоже как бы не очень хорошо На Удисе там по-другому совсем дела там обстоят И там по-другому немножечко концепция отличается Здесь такого же нет Вот такой небольшой минус И также, что мне здесь нравится ПТшка очень, ну, по размерам маленькая Низкая И у Вены 8 градусов Вот на ней, ребят, серьезно Из-за горки выехать, стрельнуть Очень хорошо получается Это, конечно, определенно в плюс идет Но самый главный, как по мне, минус этой ПТшки То, что нету сверх какого-то ДПМа большого Если бы КД было бы не 9,9, а 8 7,5 Вот это действительно была бы, ребят, имба Если бы секунд 7 Это точно бы имба была Это, вот, поверьте мне Это была бы Е-25 разрывающая Представьте, 7 секунд, 390 Бронепробитие, все есть Фиг с ней, с той не супер какой-то стабилизацией Не супер какими-то углами горизонтальной наводки Но у нас был бы ДПМ Что касается брони Вроде бы по документам написано То, что у нас 100 мм спереди Да, есть Но у нас есть хороший угол наклона брони И там где-то 200-210 То есть, вот от орудия Такая маска треугольная идет Она что-то танкует Иногда 6-7 уровни у нас в лоб не пробивает То есть, верхние такие скосы В нижней, конечно, пробивается Иногда эта ПТшка держит удар Я и про ТА танковал Это 28 Просто я это помню То, что это было, ну вот, в недавних боях Что касается мобильности То здесь просто все идеально Удельная мощность почти 27 лошадей Максималка 55 вперед 18 назад Все прекрасно Скорость повода шасси 28 градусов в секунду ПТ мобильная ПТ с хорошей удельной мощностью На месте крутится хорошо Все прекрасно Незаметность у нас Мы входим в топ-3 По незаметности Среди ПТ-САУ на 8 уровне Там Уди, Стерва и мы То есть, неплохо Неплохо мы Обладаем очень хорошей маскировкой Что касается обзора Здесь он донный 360 метров И поэтому придется Что-то с этим сделать И, конечно же Поставить стереотрубу Потому что вы будете Часто стоять на месте Следующий Это, естественно Досылатель И, ребят Это стабилизатор Поверьте мне Стабилизатор Стабилизатор, прошу прощения Досылатель и рога Это то, что вам сюда нужно Не усиленные приводы наводки Не, там, вентиль, допустим Этого не надо, ребят Вот то, что я назвал То и ставьте Поверьте мне И не нужно маскировочную сеть Лучше рога Потому что обзор у вас слабенький Ну, в общем-то говоря И все Если подводить итог И ответить на такой вопрос А стоит ли покупать данную машину Или нет Знаете, ребят Если вы любитель Вот такой вот Кустовой ПТ-САУ И при этом вы Не то, что, знаете Как на Удисе Там на Стерве Сложно, допустим Играть в городских условиях На этой ПТ-шке нет На ней нет На ней можно поехать Поврываться Но Она очень схожа С Удисом и Стервой То есть мне это ПТ-шкам нравится Мне ее подарили Одно время я прям на ней Вообще заигрывал Мне она очень-очень нравилась Средуха у меня на ней небольшая 1800, по-моему Но, в принципе Вот как фармер Она идеально подходит Там 4-5 пулик выпускаешь За игру Ну, там 2000 набил Там по 80 тысяч С премиум аккаунтом Ты вывозишь То есть Это неплохо Вот Но, знаете Слишком дороговато Вот 1200 бы Если она стоила Вот это ее цена Конечно Есть очень интересная ПТ-са ВЗ-121GFT У нее там свои плюсы И минусы Но, что касается Этой ПТ-шки Если вы прям так уж Ее хотите То возьмите В принципе Можете присмотреться На ней геймплей Точно скучный Не будет Лично мое такое мнение Это что-то похожее Какой-то такой гибрид Между Е-25 Стервой Ну и Удисом Там У стервы броня Е-25 Маленькая Ну и Удис Соответственно У них орудия схожие Ну и вообще Короче Просто гибрид такой Ну вот Как-то так Ребят Большое спасибо За просмотр Ребят Если вам понравилось Это видео Пожалуйста Подпишитесь На мой канал На мою группу Вконтакте Ссылочка есть В описании Напишите Свой комментарий И если уж Вам такие Я опять сказал Понравилось видео Нажмите колокольчик Чтобы вам приходило Оповещение о том Что у меня вышло Новое видео Большое спасибо За просмотр До новых встреч Пока-пока